Всем привет! С вами Татьяна Кузьмина и проект Фудберлик Реалити. Давно у меня на канале не было вот таких видеозарисовок на бегу в формате путевых заметок или путевых заметок, так мне больше нравится. И я решила вернуться к этому формату. Вот сегодня будет как раз такая видеозарисовка, влог о моих буднях, о работе на промостойке. Поделюсь своими мыслями относительно бизнеса, немножечко покажу личной жизни. В общем, вот такой сборный у меня влог, видео заметки на бегу. Ну и смотрите, иду на промостойку. И здесь такая красивая рябина, сейчас я вам покажу. Посмотрите, какая красота. В этом году рябина особенно красивая, сочная такая, красная. Грозди такие богатые, шикарные. Когда-то, несколько лет назад, я открыла свою промостойку для того, чтобы здесь был рекрутинг льготных покупателей. Затем у меня эта промостойка была для того, чтобы помочь своим партнерам приглашать людей в команду. И эта идея реализовалась. А затем возникла другая идея, и это идея масштабирования бизнеса, то есть приглашение в свою команду тех партнеров, которые хотели бы работать методом промостойки. И открытие целого ряда промостойок позволяло бы закрывать возможности организации большого товарооборота. Но сейчас промостойку я использую с другими целями. И сейчас покажу вам, с которыми. Вообще промостойка – это отличный вариант организации личного товарооборота без головной боли, поскольку сами тестеры на промостойке привлекают внимание клиентов. Смотрите, сколько у меня стоит тестеров парфюма, а парфюм – это высокобальный товар. И, конечно же, когда человек протестировал парфюм, он хочет его приобрести, и это заказы. А заказы – это личный товарооборот. И видите, что здесь у меня не только парфюм, здесь у меня стоят тестеры чистящих, моющих средств из серии «Дом». Здесь вот я поставила пудру. Я в последний раз заказала три пудры, и одна из них, ну, в общем-то, лишняя. Одну для дочки, одну для себя. Вот ту, что для себя, я в качестве тестера поставила на промостойку. А еще у меня есть одна пудра. Если вдруг кто-то захочет приобрести такой оттенок, у меня эта пудра есть в таком неизменном варианте. То есть, пожалуйста, вы можете на промостойке работать и с декоративной косметикой, и с парфюмом, и с другой высокобальной продукцией, которая есть в компании «Фаберли». Главное, ну, как бы выбрать свой продукт, с которым вам хотелось бы в дальнейшем работать. Судьба актуальна тем новичкам, у кого нет еще клиентской базы, и кто хочет ее наработать, и кто хочет уже с самых первых шагов зарабатывать деньги в этом бизнесе. Вот промостойка в этом плане в помощь. И не обязательно вот такая шикарная промостойка, которая сейчас у меня имеется. Пожалуйста, можно использовать более простой вариант. Собственно говоря, я с этого свое время и начинала. Поэтому сейчас я промостойку использую именно для того, чтобы общаться вживую с людьми, для того, чтобы расширить клиентскую базу, для того, чтобы самой поработать с продуктом, потому что мне это очень нравится. И вообще я люблю живое общение. Но рекрутинг у меня идет из онлайн, и я совмещаю и оффлайн, и онлайн. Так что здесь вот могут быть разные варианты, разные возможности. И один и тот же инструмент можно использовать по-разному. Пожалуйста, та же промостойка. Хотите? Только для организации личного товарооборота, на работу клиентской базы, на работу с клиентами. Хотите? Пожалуйста, можно использовать для рекрутинга рекрутных покупателей. Также, когда у меня на промостойке бывает свободная минутка, я это время использую для того, чтобы, например, смонтировать видео или снять видео, то есть для создания контента. Пример подобного ролика я вам сейчас дальше вставлю в это видео, вы посмотрите. Ну и дайте мне оценку этому ролику. Здесь вот пишите в комментариях, как вам. Тут и я вас не узнаю. Напомните мне свои работы, пожалуйста. Все, возвращаюсь я с промостойки. Отработала сегодня свои 4 часочка. И, вы знаете, хочу с вами поделиться такими мыслями относительно бизнеса. Вот в последнее время, особенно почему-то часто, в команду приходят девочки, которые уже имеют опыт сетевого, сотрудничают с какими-то другими компаниями, и при этом они также смотрят в сторону еще какой-то компании. И нередко бывает такое, что они сотрудничают дополнительно еще с двумя-тремя сетевыми компаниями. Представляете? Так вот, почему это не хорошо? Потому что самое главное, наверное, в бизнесе – это фокус. Вот на чем держишь фокус, там у тебя и будет результат. Если этого фокуса нет, ни там, ни сям и нигде, то, соответственно, результата не будет ни там, ни сям и нигде. Поэтому, когда такие девочки приходят в команду, конечно же, я сразу говорю о том, что нужно сфокусироваться на одном. Только четкий фокус на одной сетевой компании может привести к результатам именно от сотрудничества с этой сетевой компанией. Ну вот, посудите сами. Допустим, вы пришли в Фаберлик для того, чтобы зарабатывать серьезные деньги от 30 тысяч рублей и выше, но при этом вы еще сотрудничаете с двумя-тремя другими сетевыми компаниями. Вам же необходимо научиться организовывать свой личный товарооборот. И для этого необходимо познакомиться с продуктом. И только в компании Фаберлик, допустим, 8 тысяч наименований, свыше 8 тысяч наименований продукции. И представляете, какой пласт вам нужно будет изучить для того, чтобы всю эту продукцию, ну не всю, а пропустить большое количество продукции через себя и найти своих любимчиков. И не говоря о том, что в других сетевых компаниях ну поменьше, конечно, ассортимент, но тем не менее он все-таки представлен. И там нужно знать продукцию. Но основное действие, это, конечно же, помимо того, что он научился организовывать свой личный товарооборот, это приглашение людей, рекрутинг, организация большого группового товарооборота за счет небольших усилий множества людей. Так вот, когда мы начинаем рекрутировать для того, чтобы зарабатывать хорошие деньги, то, соответственно, мы приглашаем людей. И люди должны доверять и нам, как будущим наставникам, и, соответственно, у них должно возникнуть доверие той компании, в которую мы их приглашаем, и к тому бизнесу, в который мы их зовем. А какое у них может быть доверие, если они узнают, что мы сами не только сотрудничаем с Фаберлик, а еще и с какими-то другими сетевыми компаниями, и возникает сразу вопрос, а почему? А почему не только с Фаберлик? Значит, здесь что-то не так? Значит, здесь есть какие-то подводные камни, и у человека уже, соответственно, снижается уровень доверия к компании и снижается уровень доверия к бизнесу. Поэтому это очень важный момент – держать фокус только на одной сетевой компании. Ну и, как говорят, на двух стульях не усидишь, да? Если метаться между разными компаниями, и невозможно просто досконально будет изучить и маркетинг-план. Про продукцию уже сказала, что продуктовый ряд даже в компании Фаберлик, если брать в одной компании, он очень-очень широкий. Попробуй разберись, да? То есть сотрудничество с разными сетевыми компаниями в конечном итоге приводит к тому, что ты нигде не зарабатываешь. Везде может быть по чуть-чуть, но в общей сложности какого-то большого дохода нет, не имеешь. Вообще, знаете, что мне нравится больше всего в сетевом бизнесе? Это то, что я сама могу распоряжаться, когда, в какое время и что мне делать. Мне никто не нарезает лампу по работе, никто не стоит у меня над головой и не погоняет. Я сама себе руководитель, я сама себе организатор. Конечно же, без высокой степени внутренней организованности этот бизнес, наверное, будет очень сложно строить, потому что все равно действия здесь нужно совершать. Просто так деньги нам нигде не платят. Вот сейчас, например, я иду заниматься спортом, и это вечернее время. И представляете, вот вы пришли бы с работы по найму, где у вас и, может быть, физическое какое-то действие было, то есть вы работали, и, может быть, моральное давление со стороны руководства, начальства было, оно присутствует на любой работе, как правило. И захотелось ли бы вам идти потом еще заниматься спортом? Вот я, собственно говоря, сегодня на себя отработала целый день и с большим удовольствием, и с хорошим настроением, и с хорошим таким потенциалом, энергетическим в том числе. У меня еще много энергии для того, чтобы пойти и позаниматься в вечернее время спортом. И при условии, что мне уже не 16, да, то есть я уже взрослая девушка, и тем не менее такое желание есть. Вот поэтому я считаю, что это самое важное, самое главное в сетевом бизнесе, что может быть, что мы сами себе планируем, что нам делать, когда нам делать, в какое время, чем заниматься. И сами являемся для себя руководителями. Это очень круто. И еще одна мысль, то, что очень важно заниматься любимым делом. Вот сейчас то, что я делаю каждый божий день, мне очень нравится. Меня это драйвит, мне придает это энергии, и я чувствую реальную отдачу от тех действий, которые совершаю каждый день. Это отдача и в моральном плане, и в плане энергетики, это отдача и в финансовом плане. В общем, со всех сторон, конечно же, сетевой бизнес – это очень крутой бизнес, который нужно понять, и нужно совершать, естественно, правильное действие в этом бизнесе для того, чтобы иметь тот результат, который хочется. Ну и сейчас покажу вам короткие видео зарисовки из фитнес-центра, куда я хожу заниматься спортом. Наверное же, вам интересно, правда? В общем, сделаю вставочку в это видео. Я уже пришла. Вот сюда иду, в Амазонку. Амазон как вон. Мы считаем с вами калории. Чем выше поднимаемся, тем больше килокалорий будем сжигать. Вот сейчас я уже 1 из 7 килокалорий сожгла. Офигеть, как много, да? Вот наверх поднимусь, уже 2,9 килокалорий. А спортом позанимаюсь, часочек? Ой-ой-ой, сколько килокалорий сожгу. Так, вот здесь у нас ресепшн. Все, я пошла. Идем по коридору в раздевалочку. Будем заниматься сегодня качанием мышц. Вот здесь у нас 2 зала. Сразу познакомлю. Пока занятий нет, потому что время уже совсем прям вечернее. Вот это первый зал. И здесь второй. Вот здесь, наверное, сегодня мы и будем заниматься, потому что занятия переносились. Здесь уже прям гирьки посерьезнее. Вот видите, меня. Вот здесь будем качаться, скорее всего. Я-то пришла на другие занятия, на здоровую спину. Но что-то у них тут не сложилось с тренерами. Одним словом. Будем другим заниматься. Но не страшно. Сюда заходим. Здесь расдевалочки. Останавливаем или чуть-чуть подсохнуты, либо прямые. Стараемся, а то будет у нас, например, назад назад. У нас танго сама сожжает, очень много думает. Вот нам простая, но мы скричем. В чем проблема, что нам не скричь идет, нам не снится. Поэтому так, как раз и самому, мы делаем как раз и мы. И тут и дело тоже есть. Один из самых красивых. У меня спортивная форма сегодня полностью от Фуберлик. Вот эта футболочка, вот эти леггинсы и кроссовочки легкие такие. Я сегодня полностью по грузе от Фуберлик. Встал. Стоп. Будем уже, стоп. Дальше уже некуда. Ох, у нас очень вкусно. До свидания. Все, у нас занятия закончились. Я привела себя в порядок, сходила в душ. Чувствую себя замечательно. Прям так сегодня тяжеленький вес покидала. Я, кстати говоря, видите, в спортивной одежде от Фуберлик. У меня штанишки, вот эти вельветовые. И как бы вам показать курточку. Не знаю как, сейчас как-нибудь покажу. Вот так. И все. А, у меня же и рюкзачок от Фуберлик. Вот так. Ладно, прошла я одну полу. Все. Там пришли мальчики уже тренироваться. Тягать тоже веса. А я пошла на выход. Спасибо. Всего доброго. Пока, Рыжик. Классный. Все. Извела свою карточку. Мазунку. Ой, до следующей встречи у Фили. Ну что ж, как вам формат? Стоит мне публиковать еще такие зарисовки? Если, конечно же, это видео вам понравилось, ставьте лайк. Если не подписаны на мой канал, подпишитесь. Говорю вам всем пока. До новых встреч. С вами на связи была Татьяна Кузьмина. Увидимся в новых моих видео. Пока-пока.